Очередное селекторное совещание по состоянию миграционного контроля на Кубани в режиме видеоконференции провел заместитель министра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Михаил Додатко. С 6 июля рабочими группами было проведено 84 проверки деятельности сотрудников миграционного контроля в муниципальных образованиях. Результаты показали, что в некоторых районах изменений не наступило. Работа также проводится недостаточно добросовестно. Плохо сработали работники миграционные службы и полиции в Беларинском, Крымовском, Ладинском, Мостовском, Новопокровском, Успенском, Сергиновском районах. День и за неделю выявлено всего по одному. Право нарушений поставлено на учет. Очевидно, что в перечисленных муниципальных образованиях должностные лица, соответственно, за данный участок работы, не в полной мере выполняют решение Совета безопасности. Наказание юридических и должностных лиц за незаконное использование миграционной силы существует не везде. За прошлую неделю в крае были привлечены к ответственности всего 7 человек. На двух из них были наложены штрафы в размере 850 тысяч рублей. В Анапе и Тимбрюке за допущенное правонарушение законодательства два предпринимателя, наказанные штрафом по 800 тысяч рублей. Однако каждому ясно, что наказуемых должно быть гораздо больше. А это свидетельство, опять же, некачественной работы. За неделю с территории края выдворено 209 человек, что на 46 иностранных граждан меньше относительно прошлой недели. Есть, конечно, примеры и добросовестные работы. Так, проверка с 7 по 13 октября показала хорошие результаты в плане деятельности сотрудников миграционного контроля в Центральном округе Краснодара. За неделю выявлено 122 правонарушения. В ТОПСе – 27, в Горячем Ключе – 26, в Красноармейском районе – 19. Всем главам муниципальных образований совместно с миграционной службой и органами внутренних дел дано указание усилить работу в плане контроля мигрантов. Мэр Анапы Сергей Сергеев обратился с предложением к представителям ответственных служб. У меня есть предложение. Вернуться, провести анализ, он у нас есть, Вахом Иванович, по выявленным в этом году крупным правонарушениям. То есть, где мы даже не составили протоколы, вы помните, ваши сотрудники, вы помните. И еще раз пройти рейдовыми мероприятиями по этим же объектам. Миграционный контроль – один из приоритетов для Анапы. Незаконные мигранты, которые не продлили документы и не предоставят их при очередной проверке, будут выдворены с территории курорта. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.